дорогие друзья всем привет это мабец новая неделя шикарный турнир в сфере легендарный самый дорогой турнир всего 10 самых сочных боев на этой неделе на и все а самые сочные ваши любимые разборщики комментаторы и люди это я сегодня и как всегда роман привет да друзья я очень рад всех приветствовать естественно и юси в бойцовском клубе примут ближайшее время будет разобран я уж плотно занимаюсь как сенатор верно заметил 10 сочных боев много сочных мексиканцев там будет ну да ладно про всех все расскажу на бойцовский клуб как всегда доступен в телеграме доступен в к доступен на бусте вот где вам удобно можете заходить естественно контендер сериас там будет каждую неделю естественно на этой неделе белла тор и белла тор кстати очень интересный тоже будет разобран бойцовском клубе так что контента там каждую неделю просто завались и конечно же на бусте также доступна ставка недели специально для людей которые не хотят заморачиваться да не хотят забирать много ставки от вот зашел одну забрал все забил забыл все нормально не не парюсь а по этому поводу вот ну и конечно же доступна наша рассылочка закрытая в телеграме где мы даем с того ли на все в принципе турниры которые нам интересно выбираем самые интересные валуиные ставки выгодные да в нашем понимании голту зуму называется но можете нам по этому поводу написать естественно этот турнирчик мы будем стримить ну а как вы хотели потому что стримы абсолютно сумасшедшие волшебные да на прошлой неделе отстримили там четыре было стримов все были хорошие плюсовые по лайву я напоминаю что на стримах да мы забираем ставки проговариваем когда это делаем то есть каждый человек может принципе с нами забирать может сам своей головой подумать но проще конечно не забирать и стримный на и сей был просто какой-то вишенкой на этом прекрасном торте потому что он был супер плюсовой куча ставок по заходила и особенно хочу отметить да вот в конце был филиппе фрой за кф 9 которые мы забрали и это было так прекрасно да ну все ребята которые на стриме сидят мог бы утвердить записи кстати стримов остаются канал агрессив лайф описание ссылка так что присоединяйтесь на этой неделе мы там посмотрим вот это юси турнирчик суббота на воскресенье в пятницу вечером как всегда one friday fight мой тай сумасшедшие бои и половить уже можно в общем всех там ждем но этот бой конечно мы не могли обойти стороной да потому что это главный бой потому что уже очень долго уже за несколько недель заранее по нему споры уже идут кому-то интересная ударка кому-то интересна борьба да ну мы попробуем сейчас разобраться потому что кафе довольно-таки равные нужно понять что с этим делать до бои интересные и разгоряются не шуточные противостояния в комментариях я так кстати подписывайтесь на наш чат на наш вконтакте наш телеграм в описании кликабельные ссылочки обязательно переходим вот и два лагеря так скажем как обычно кто-то говорит что это легчайший бой для мира бы дуличвили кто-то говорит что это легкий бой для шону мали а возможно никто из них не прав и будет что-то не очень приятное долгое а может быть будет красиво и быстро сейчас мы об этом поговорим ну скажем тогда что у нас здесь будет ставочка на второй бой с этого турнира будет тоже ставочка а все остальные ставочки будут телеграм-канале go to the moon еще ставочка недели будет как обычно на бусте вот значит дальше у нас шон ума или да он закрыл поражение от моона веры избив его просто собаку все пять раундов не давал вообще ничего по себе делать немножко было видно что к пятому раунду он нему подсел чуть-чуть чутка было видно был момент что вера его в пятом раунде немножко просадил по корпусу именно в пятом раунде был такой момент в к самом конце прям самом конце и у тех кто яра топит против шону мэйли кто называет его петухом мужчины и так далее у них знатно пригорела жопу после этого что вот он чемпион лежит после боя никакой даже не может на ногах стоять это разве победы должны были зачитать нокаут ну короче там просто просто вопли визги свиные да по факту мы видели что произошло избиение да вот но интересно не это интересно только как подрался он с одноклубником лучшим другом и вообще неплохим парнем до ауджи мэйном стерлингом функ мастер на борцом грэпплером неплохим ударником да и очень цепким парнем вот собственно надо сказать так что да вот мир об и стерлинг они немножко по стилистике разные бойцы хоть и борцы да по базе но стилистика вообще разные при этом вроде бы как да вроде бы как считается что мир об он как будто донашивает за стерлингом да вот бойцов вот и вроде бы как получается что мира походит бойцов который прошел стерлинг лучше легче походит так вроде бы как складывается ну откровенно говоря вот был бой есть у стерлинга сихуда где раунды были достаточно близкие но наверное в 1 3 4 наверное раунды стерлинг подзабрал хотя это конечно опционально вот но не было легко велишвили с сихуда тоже хотя пошло еще больше времени да то есть там еще год прошел оси худо как бы ну мы помним что сихуда это не молодой боец вообще не мод то есть это уже боец на закате к я с петром я нам были серьезные проблемы дуришвили петра яна стер в порошок да там но если чуть углубиться дата получается так что в принципе этот кого не ожидали до от того происходило с мирабом интересные вещи всякие да то есть там например коди стама ну боец он неплохой неплохой но это не боец чемпионского уровня при этом да здесь вы видите юненимас если вы бой посмотрите бой был супер близко борьба не получалось удва лишь виде в стойке было очень равный поединок очень равный и по выброшенным ударам попаданием было близко то есть прижимать не получалось удва лишь виден то есть такой кам равный поединок где чуть-чуть бы лучше бой с марлоном марайс ну и мы вот буквально только что вот с роман чем поугарали над этим фактом да что создавалось впечатление что вот если вот я у ебу фамара из его зафиксируют я и у ебу то он скорее выключится чем если ёбнет мираб потому что вроде бы мираб старается бить и вроде бы марлану больно но не очень вот то есть вроде бы он вроде бы попрощить и вырубил да но нет и вот мы дошли до того момента когда марлан устал просто находиться в бою и то ли выключился то ли перестал дышать от усталости и блок остановили да но если разобраться то мираб самый удосрочен в этом вы в этой очереди из бывших марлона да удосрочил его самым последним не за исключением шеймана марайса которые вообще к чемпионскому как бы лиги вообще не относится который выступает сейчас там каком-то помощь не даже не вспомнишь как он называется united да вот ну то есть вообще боец как бы не из категории высокого уровня окей да по урону поняли по контролю но вот кейси кенни бой 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 с реки симоном бой с катоной то есть да там были бой с густаво лопесом кстати был контроль от него но он не мог фиксировать его в стойке в этом парке не мог фиксировать то же самое с петром я нам он его передышал переработал классно все четко но у него не смог прям за контроль нормально даже за альдо вообще не смог его перевести ни разу ну альдо и мужчина красавая да все но но не смог перевести не смог сихуда сихуда там тоже уже старый дед и 37 лет ну не там с деда ну стоим старенький уже боец 37 лет для этого веса уж там точно старенький при этом мы сейчас только сказать что мало нам нравится он еле забил а вот марлон марайз его пробил будь здоров будь здоров он прям серьезное было потрясение там там ну какой-нибудь не знаю марк года бы там какой-нибудь рефери бы точно мог бы будет остановить благо что не остановили мы увидели нокаут от не раба единственно вот факт в чем в том что его потрясал генри сихуда его потрясал марлон марайз его потрясал а вот не помню кстати вот джон додсона не потрясал джон додсон альдо они по моему были от прижимаем от от отжаты как этот свежевыжатый сок знает ну и все в принципе да то есть его потрясали его потрясить потрясти его можно плюс еще косвенные такие факторы приправляются к этому да то есть какая-то херня у него на руке там выскочила до какой-то прыщ там что-то ну какой-то стафилококк как будто похоже да как-то ведет он себя странно как будто уже победил там выпивает веселиться видоса регулярно снимает ну как бы никто не говорит о том что он плохо готов я говорю именно о настрое на поединок да потому что ну как будто бы он не воспринимает серьезно что он мы или честно говоря а я бы на самом деле был бы осторожен с этим потому что шон ум или вот многие у меня у многих сложилось впечатление что ауджи мэйн стерлинг не пытался бороть его а я вам так скажу он пошел ему в ноги на первых десяти секундах вот был первые десять секунд боя шон ум или после тика падает на жопу и после вставания из партера этот стерлинг тут же проходит пытается пройти ему в ноги тут же пытается пройти ему в ноги прижимает его к сетке до прижимает его к сетке но не смог его не усадить не перевести не зафиксироваться не забрать даже спину а это кстати о многом говорит о многом вот что касается цепкости мне больше нравится стерлинг что касается кардио ну конечно мирап мирап он действительно кардио машина единственное что может на это повлиять это наверно кики ум или в корпус потому что здесь действительно нужны кики в корпус тип кики здесь нужны лоу кики и здесь очень круто подойдет это вот боковое смещение постоянное от шона мэйли которая огромное количество проблем доставляет борцам да есть мнение то что шон ум или вели велида то что не было там хороших борцов что не было там хороших значит бойцов которые могут ему составить конкуренцию борьбе но сейчас и посмотрим сейчас и посмотрим даме раду лишь вели я думаю что ни у кого нет сомнений что это боец очень высокого уровня и борец очень прилипчивый но бой достаточно равный что мы видим по коэффициентам да и выбор мы определенно сделали роман перед прошлым боем еще было как мне кажется не совсем понятно кардио мали мы все-таки теперь-то наконец-то посмотрели да посмотрели на его пять раундов и ударов он выбросил очень много типа за эти пять раундов там прямо довольно хорошая работоспособность точки но естественно все еще под вопросом что будет если там ему придется там вставать допустим да например придется там вставать два раунда там три раунда дип типа да как он будет себя чувствовать конечно под вопросом останется но в целом я думаю совершенно очевидно что преимущество стойки будет у мали при том что у мира бы не самая плохая стойка но мне кажется что все таки в этом плане конкурентно не будет в моем понимании в моем мире да и в моем мире я думаю что мираб будет проводить бой будет стараться проводить бой в точности как с петром я нам типа идти и сделать максимальное количество тейкдаунов и делать это все время да получится или нет вот в этом собственно и заключается наибольший вопрос потому что как верно ты заметил сенатор здесь передвижение ушел на мали все-таки совершенно на на другом уровне они совершенно другие и если вот так легко сближаться не получится то там и тейкдауна столько много делать тоже не получится ну если вообще в принципе получится делать и конечно я тоже хотел закинуть тейк про контроль да потому что мы уже довольно давно про это говорим и шутим да еще с первых боев там мираба да в юси что мы видим там у него как бы огромное количество тейкдаунов в бою и конечно обратная сторона этого да это то что их огромное количество если боец не вставал их бы не было огромного количества да их было бы три типа три раунда было бы три тейкдауна но почему-то мы видим да мы видели даже против ну довольно посредственных бойцов откровенно тейкдаунов очень много потому что действительно контролем никогда мираб не блистал он он вот именно чем он блеснул да и чем меня например очень сильно прям хорошо в позитивную сторону удивил это своими на тейкдаун работоспособностью с петром я нам да типа ну столько блять тейкдаунов попыток сделать ну и тейкдаун и главное попыток что это просто сумасшествие это прям сумасшествие но действительно из-за киков я все-таки думаю что здесь может мираб машина вот это мираба немножко под замедлится как мне кажется в поздних раундах вот но в любом случае у нас здесь довольно классическое противостояние борца и ударника и естественно если вам нравится борец вы можете выбрать борца потому что коэффициенты равные здесь да но относительно равные типа вы можете спокойно по равным выбрать просто того кто вам нравится если вам нравится человек с красивой прической да вы выбираете шо на амале как бы очевидно если вам нравится человек с хорошим юмором да вы выбираете шо на амале ну как бы очевидно если с плохим и кринжовым юмором ну понятно куда надо смотреть вот по подготовке в целом вопросов никаких нет да потому что мы знаем что и мираб гвалишвили тренируется в отличном зале да он он по он все ну вот последнее время ну в целом когда в лас-вегасе синдикате постоянно тусуется тому этого как там были главный тренер джон джон вуд да вот он постоянно тоже у него тренируется форма вроде неплохая готовится ну к умали тоже вопросов нет он если я не ошибаюсь из аризоны да все правильно из аризоны а там соответственно тоже у него довольно хорошие залы я в мм и лап который в принципе является на мой в моем мире да это чисто борцовский зал вообще чистых водка как мне кажется там огромное количество борцов грепплеров и плюс я постоянно вижу что он выкладывает фотки в том числе из профильных джитсеров джитсерских залов и вот это тоже интересный момент да про который могут с арсением разговаривали тоже перед записью подкаста что вообще-то у него есть некоторое джиу-джитсу до который он еще в любителях проявлял закрывая всяким ноунеймом 3 3 3 угольники да но и в профи мы видели что уже когда выступал в профи он еще и по грепплингу не там есть несколько выступлений а грепплинг у него вообще-то присутствует да и что-то там придумать закрыть тоже мало ли вдруг это получится я думаю что такая вероятность есть я про умали сейчас говорю да да и в целом знаешь такие ребята которые длинные с длинными конечностями с тонкими они иной раз довольно успешно закрывают всякие прикольные штуки в партере так что на вот такой варик я тоже оставляю вероятность ну и по кэфам да как я сказал кэфы равны но нужно понимать что на западе все-таки фаворитом выставили умали и мы видим в основном его по коэффициентам до 177 там что там 174 18 да и мираб здесь идет на андердогом если же мы обратимся к нашим конторам к российским снг мы видим что здесь уже мираба прогружают довольно плотненько да потому что на большинстве наших контор снг мы видим что кэфы равные и где-то даже умали микро андердогом уже идет соответственно я здесь за мали сенатор здесь за мали я ожидаю что его контролить не будут я ожидаю что он будет лучше в стойке значительно я думаю что если его будут переводить он будет вставать и быть лучше в стойке поэтому тогда и по по традиции к которому начали с предыдущей недели мы выбираем ставочку под небольшой процент нашего банка до который мы выделили небольшой банк для того чтобы делать ставки вот в этих видосах поэтому мы выбираем ставочку на шо на умали по одной из наших быка да вы я не буду говорить какой там сами разберетесь под 2 процента от банка поэтому будьте осторожны как видите мы играем тоже максимально осторожно и соответственно ожидаем плюс именно на дистанции здесь нам показался о мали более интересным вариантом особенно учитывая что западные кэфы до которые являются более объективными они немножко другие чуть-чуть другие поэтому эта ставка и еще такую выгоду приобретает ну она на ваш экранах если что да плюс ко всему два процента до на ставочку за которую кайф притопить ну и опять же вопрос по тому как дрался например петр ян с мира вам мне кажется это вопрос именно подготовки петра яна именно проблема петра яна да потому что у него возможно была травма возможно еще и стилистика сыграла да о чем кстати ну кстати конкретно и этот апсет мы прогнозировали в виду видео на этом канале да поэтому будьте в курсе всех видосов поэтому и подпишитесь обязательно вот а я жду как минимум потрясение от шону мэйли обратной двойкой возможно передним хуком вот поэтому поэтому пишите мне комментариях и всем пока а я ожидаю сам миша всем пока